здравствуйте дорогие друзья приветствую вас всех всех наших постоянных слушателей гости нашего канала спасибо всем как всегда с уважением голос истины с вами сегодня я скажу вам пару слов о закупке армении су-30 новость очень нехорошие знаете очень страшно наверное вы даже слышите по моему голосу как меня некомфортно переживаю что это такое что за ход такой да со стороны армении такой тупиковый ход сделали не знаем что делать ладно страх отложим сторону поговорим об этом в основном я скажу об этом армяна это их касается как известно я к таким вещам немножко по-другому отношусь смысле с другой стороны смотрю креативно немного с той страны куда армянам запрещено их пропагандой открою завесу и покажу кое-что и ладно я пока подожду пока у них пройдет эйфория потому что в таких моментах у них всегда эйфория помните с гандарами да как кричали орали как на они нас пугали они так вели себя как будто у них у каждого дома стоит этот скандар и они пугают азербайджан совете как будто у них как будто у них все это в собственности сейчас с этими истребителями так далее ну что армяне эйфория прошла или еще чуть-чуть ладно прошло продолжаем да хорошо продолжаем и так армения планирует закупку ну там несколько истребителей су-30 российского производства не знаю штук три четыре пять но не больше и они этим делают какие-то намеки в сторону азербайджана по этому поводу я могу сказать что можете интересоваться армяне с противовоздушной противовоздушной обороной азербайджана который на равне если в мире есть мощный пву пять стран или десять стран любом случае азербайджан в списке этих стран действительного азербайджана мощная противовоздушная оборона начиная от бука от всяких родов современных установок это факт то есть эти истребители по большому счету никакой угрозы нам не несут они в балансе сил военном плане практически ничего не меняет об этом многие говорили и эксперты и политики и военные эксперты имеется ввиду так далее и тому подобное я на это зациклиться не буду я же сказал я совсем другой страны подхожу к таким вопросам так вот вы взяли 100 миллионов долларов в кредит у россии и у россии же вы покупаете эти вооружения а до этого буквально только за последние месяцы чуть больше года вы взяли в кредит только на военные нужды 400 миллионов долларов сейчас 100 до этого 100 еще после апрельских джага джагова 200 миллионов долларов всего 400 миллионов долларов для армении с бюджетом 3 миллиарда это огромная сумма огромная бюджет армении чуть больше трех миллиардов эти фразы эти слова запоминайте пока я говорю так вот переходим к теме то есть к той теме о которой я хочу вам говорить с каждым разом с этими кредитами которые не при не приносят доходы бюджет армении а наоборот вы отделяетесь от своей независимостью на десятки десятки лет туда помнится буквально недавно вы вышли на улице совершили там бархатные любовные шашлочные как там только не называете эту революцию до совершили революцию по многим причинам там и социальные причине политические тогда не одна из этих причин была ваша независимость то есть вы захотели стать независимой страной республикой звучали такие например лозунги у вас и даже в эти дни звучат очень часто россия вон из армении 102 база вон из армении так далее там подобное то есть вы как нормальные люди я сказал нормальные да ладно пусть так и будет вы как нормальные люди хотите независимую страну для себе ради этого и выходили на улице и выходите иногда хотите быть независимым вполне нормальное знаете нормальное желание тут ничего такого нету но для этого что вы делаете что делает ваше руководство знаете прежняя ваша власть прежняя ваша власть за десятки лет то есть ну как минимум за 20 лет для независимости Армении ничего не сделали это вы сами прекрасно знаете а наоборот много плохого сделали в том числе и с этими республикий такого рода кредитами знаете все страны мире исключением буквально там несколько две три стран есть внешней долги долги даже у америке в всех у всех странах это совсем другой разговор Но когда Берут кредит Такого рода который вы берете Например на военные нужды Эти кредиты дохода не приносят Такого рода кредитов Доходы приносят Совсем другим странам Например Америка может себе позволить Взять кредит На несколько миллиардов Долларов например Полетит разбомбили какую то там Страну где есть нефть Потом выкачивает оттуда нет Что они делают И окупается все это Но вы это Не сможете делать То есть Прежняя ваша власть С такими кредитами Сделали Армению Самая Армения стала Самая зависимая Независимая Республика В постсоветской Пространстве Армения Самая зависимая Независимая Республика То есть Взяли Они все время брали Такого рода кредитов А когда приходило Время отдавать Они Нечем же Нечем Ничего нету Не так ли Это вы сами прекрасно знаете Они отдавали Компании Которые Принадлежали Армении Заводы Фабрики Земли Акции Гособлигации Например Ваша Энергокомпания Да Вам не принадлежит Принадлежит Кому Правильно Газпрому Российской Компании Это факт Вы продали Все 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 Вы продали За долги Не то что продали Вы отдали Все За долги Сейчас Продолжайте Это делать Опять же Повторюсь Буквально За несколько Месяцев Вы взяли 400 миллионов Долларов Не для Экономики Армении Для экономики Армении Никто Даже кредиты Вам не дают Не дают Потому что Они знают Эти деньги Доход Не приносят Армении Не принесут И Они не смогут Вернуть Вы не сможете Вернуть Эти деньги Например 100 миллионов Долларов Последную сумму Возьмем Да Вы взяли И Планируете Закупать Стребители То есть Откуда Вы Возьмете Деньги Чтобы Вернуть Этот кредит Потому что Этот кредит 100 миллионов Доходов Не принесет Наоборот Вы представляете Себе Да Этот 100 миллионов Потребует Еще Расходы А Не Доходов То есть Закупая Эти Стребители На Запчасти На Обслуживание Даже Вы Поинтересуйтесь Один Полет Такого Рода Стребителей Сколько Стоит Вот Поднять Его В воздух Этого Стребителя Сколько Будет Стоит Для бюджета Армении Понимаете Вы же Очень умные Тем более Древние Вы такие вещи Должны Понять Лучше Нас Естественно Мы же Тупые Азеры Понимаете А вы умные Взяли 100 миллионов Кредитов Вместо Того Чтобы Этого 100 миллионов Кредитов Приносили Доход У вас Все Наоборот Еще Будете Выделять Деньги Для Этого 100 Миллионов Да Это Тоже Это Пол Беды Когда Придет Время Отдавать Чем Вы Отдавать Будете Вот Скажите Чем Все Что У вас Осталось Ценного Это Извините Меня За Мой Каламбур У вас Все Что Осталось Ценного Это Жопа Ким Кардашьяна Беда В том Что Даже Это Вам Не Преднадлежит Жопа Ким Кардашьяна Давно Преднадлежит Негра Ее Мужу Чем Вы Будете Отдавать Эти Деньги Продавать То Нечего Уже Нечего Потому Что Прежний Режим Все Отдали За Долги Остается Только Одно Остаток Малюсенький Остаток Вашей Независимости Вы Независимостью Будете Оплачивать Эти Долги Вот Почему С каждым Разом Когда Вы Идете На Такие Шаги Вы Теряете Свою Независимость Потерянную Уже На Долгие Долгие Годы То есть Возможно Через 30-50 Лет Вы Возможно Стали бы Независимы Но Такими Поступками Вы Еще Откладываете Еще Дальше И Дальше Понимаете Да О чем Я говорю Надеюсь Что Вы Понимаете О чем Я говорю Ребята Потому Что Поверьте Мне Вам Реально В будущем Как и Сегодняшние Дни Нечем Будет Отдавать Эти Долги Вот Буквально На днях Ваш Варчапет Никол Прикол Рюкзаклян Пашинян Был В Германии Вот Буквально Вот эти Дни Вчера По-моему Сегодня Еще Там Или Не вернулся Сегодня Третье Уже Часло У меня Запомнился Его Вот эта Фраза Пашинян Сказал Основное Богатство Армении Ее Одаренные И Талантливые Граждане Вот Где Богатство Оказывается Вот На что Рассчитывает Мы Видим Ваши Одаренные Талантливые Мозги Мы Это Прекрасно Видим Такие Одаренные И Талантливые Что Мозгов Хватает Только На то Что В течение 30 лет Сидят В Палаказе И Кричат Ха Юстан Киноцид Киноцид Мяцум Мяцум Арцов Арцов Все Это Ваше Богатство Одаренные Вы Что Мозги Своих Граждан Будете Вместо Флешки Чипсов Продавать Компании Или Оставшееся Тело Тулуще По частям На органы Нафиг Вам Кому-то Какой-то Стране Нужны Ваши Мозги Ваша Одаренность И Талантливость Когда Они Смотря На Армению На положение Армению Думают Черт возьми Там одни Дебилы Живут Смотрите На их Страну Если Вот я Человек Допустим Да Любой Человек Возьму Себя Мне Нужны Мозги То есть Нужны Люди Талантливые Действительно Одаренные Таланты Мне Дают Задание Найти Таких Людей И Пригласить Их Для чего-то Я Читаю Такие Фразы Что В Армении Вот у них Пример Говорит Основное Богатство Армении Это Одаренные Талантливые Их Граждане Ну Давай Я посмотрю Что они Сделали У себя В стране Да Как они Вообще Там Живут Как Развиваются Чтобы Я поверил Этим словам Чтобы Пригласить Оттуда Нужных Людей Талантливых И одаренных Я смотрю Я в ужас Черт возьми Они же В туалете Живут В говне Они только Умеют Выходить На митинги Орать Кричат И нацит И нацит Ацух 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 Все Больше У них Талантов Я не вижу Не отходя Как бы Дальше Я смотрю В другую сторону Например Израиль Смотрю На их На их Страну На их Уровень Жизни На их Технологию Их положение В внешней политике Внутренней Политике Экономике Смотрю Ёлки-палки Эти люди Всего За 50-60 Лет Подняли Свою Страну На очень Высокий Уровень Я никогда От тех Премьер-министра Президента Не услышал Такие фразы Основное Богатство Израиля И ее Одаренные Талантливые Граждане То есть Они не Словами А в деле Все это Говорят Другим Людям Народом Я Конечно Оттуда Буду Пригласить Людей Они Отсюда Разве Не так То есть Это Пустые Слова Пустые Берут Сотни Миллионов На Какие-то Железки Это Все Ваши Сайты Понимаете Это Ваша Пресса Пишут В Армении Буквально Два Миллиона Населения Один Миллион Из них Живут В Нишите Понимаете И Когда Смотришь Со Страны Как Эти Дебилы Берут Сотни Миллионов Долларов Причем Не для Экономики Страны А В военных Целях Думаешь Действительно Одаренные Талантливые Люди Живут В этой Стране Слов Нет Как Так Можно С другой Стороны С Большим Удовольствием Я говорю Эти Слова Потому Что Вы Нас Считаете За Врагов Мы Азербайджанцы Враги Армению Враждущие Народы И Да Я не Скрою Мне Приятно Что В таком Положении И У У вас Такие Умные И Одаренные И Талантливые Руководители Есть В том числе И весь Ваш Народ Такой По Вашим же Словам Вокруг Все Для вас Все Дебилы Дураки Тупорылы И так Далее И тому Подобное Всех Вы таковыми Считаете Кроме Самих Себя Это Наверное Ваше Главное Богатство Для вас Но Со стороны Это Ваша Беда Самая Главная Так Так Вот Ладно Самая Главная Мысль В этом Ролике То Что Действительно Действительно Вы Такими Закупками Такими Кредитами Вы Еще Глубже Себя Ведете В Зависимость Это Факт Конечно И Третьи Силы Для этого Делают Все Что Возможно Чтобы Сделать Из вас Из вас Зависим Республику Для себя Чтобы Всегда Использовать Как и Использовали Ваш Народ Это Даже Порой Они Сами Не скрывают Понимаете Да Например Взяли Одаренные Таланты Выглядят Обалденно Смотрите По вашему Мнению Сейчас Вот Этот Тупой Азер Простой Тупой Вообще Тупой Вы Вам Внушили Что все Тем более Азер Тупые Капец Вот Этот Тупой Азер Сидит И Рассуждает Вот Например Последнюю Вот Эту Сделку 100 Миллионов Кредит Они Берут Кредит Капает Проценты То есть Капает На Это 100 Миллионов Потом Для Обеспечения Этого 100 Миллионов То есть Уже Закупленных Стребителей Нужны Еще Деньги Немалые Деньги Они Выделяют Эти Деньги Из Бюджета Армении В то Время Когда Происходит В стране Вот Такое Когда Половина Населения Живот Нешития То есть Настолько Эти люди Умные Да Они Берут Кредит Сотни Миллионов Долларов Еще Выделяют Деньги Из Бюджета Чтобы Обеспечить Тратить На Эти Миллионы Обалдеть Это Просто Это Просто Шедевр Знаете Шедевр В экономике Армении Я бы Понял Серьезно Я бы Понял Если бы Этих Денег Последних Вот Это 400 Миллионов Они Вложили В экономику Потому что Экономика Действительно В ужасном Состоянии Хотя бы На дороге На Светские Сады Школы Вот К примеру Если вы Откроете Последние Дни Даже Дни Я не говорю Месяцы Дни В Азербайджане Как я Говорил Вот этот Алиев Президент Азербайджана Который Есть Бегает С ножницей То там Детский Сад Открыли То тут Школу Открыли То там Дорогу Открыли То что-то Там еще Открыли Понимаете Когда вот Происходит В соседних Республиках Такого Рода Вещей Вы Берете Кредиты Еще Из бюджета Тратите Деньги На эти Кредиты Кредиты Вы Вы Реально Ребята Дебилы Вы Неужели Не видите Что Это все Делается Специально Вас Пугают Все Время Вашими Соседями В лице Турции Азербайджана В основном Вас Заставляют Лечь Под собой Вы Вы Все Это Не Видите Вы Не Видите Что Этот Например Карабах Карабах Конфликт Я Уже Говорил Это Для Армении То же Самое Что И Кирпич Для Муму Вы За 30 Лет Это Не Видите Что Вы Не Понимаете Что Азербайджанцы Никогда Никогда Не Смирятся С Этим Чтобы Карабах Стал Чей-то Другим Этого Никогда Не Будет На Это Азербайджан Себе Позволяет Тратит Миллиарды Денег Себе Мы Позволяем Это У нас Есть Потому Что У вас Нет И Мы Не Жалеем На Это Деньги Тратит И Будем Тратит Не Только Деньги Надо Будет Свои Жизни Отдадим На Это Но Никогда Не Смиримся С Этим Зная Об Этом Прекрасно Именно Этим Конфликтом Вас Держут На Поводке Вам Внушают Что Ара Это Ваши Земли Нет Даже Не Своих Я Ваших Имею Ввиду Ваших Пропагандистов Или Кого-то Еще Я Имею Ввиду Еще Третьих Страх Все Время Вам Внушают О Да И Вы Древние Раньше Вас Там Обезьяне Только Жили Первые Люди Вы И То Вы От Этих Обезьян Произошли Это Ваша Земля Держитесь Держитесь Молодцы Бойцы Воины 30 Лет 30 Лет И Ничего Пустота За 30 Лет Вы Добились Знаете Чего Добились Того Ваша Экономика Ваша Страна Ваш Народ Добились Того Чтобы Взять Кредит Сотни Миллионов И на Эти Кредиты Выделять Из Бюджета Армении Еще Деньги Вот Чего Вы Добились Вот В чем Ваша Одаренность И Талант И Ваш Ум Мозги Ваши Вот На что Вы Способны Больше Ни На что Представляете Себе 30 Лет Добиться Того Результата Бах Эй Это же Результат Понимаете Взять Кредит И На это Кредит Еще Выделить Деньги Из Бюджета Красавчики Молодцы Так И Продолжайте Нам Очень Очень Даже Нравится Это Ребята Мы Радуемся Вашим Вашим Успехом Это же Как Можно Взять 400 Миллионов Кредит Хрен знает На что Да Еще И Тратят На это Деньги Слов Нет Созем Битты Ан Ну Что Дорогие Наши Соседи И Вам Сейчас Тоже Да Вот После Всего Этого Тоже Радость А Вы В Эйфории Или Кое Что Дошло До Вас Я Сомневаюсь Вы До Такой Степени Зазомбированы Что До Ваших Мозгов Такие Вещи Не Доходят Доходят Только Тогда Когда Папашки Вам Дают Конкретно Когда Вы Получаете Например Когда В апреле Или Когда Вы Выходите На улице На Какие-то Революции А Для Этого Все У Вас Нормально Как Только Тем более Азербайджанцев Видите Ара Вы Что Там У У нас В Армении Все Замечательно Все Прекрасно Все Сыты Вообще Швейцария Ара И Через Пять Минут Смотрим Что Армяне Вышли На Улицы Сотни Сотни Тысяч И Кричат Мясом Мясом Нам Холодно Голодно И Так Далее И Тому Подобно Нормально Прекрасно Отлично Ладно Хорошо Передавайте Этот ролик Друг Друг Послушайте Я тут Ничего Плохого Ваш Адрес Не говорю Наоборот Тоже Хвалю Ваш Ум Талантливость Одаренность Где Это Фраза Где Вот Это Фраза Особое Богатство Армении Ее Одаренные И Талантливые Граждане Вот Один Из них Сидит Слева Очень Одаренный И Талантливый Знаете Я Каждый Раз Убеждаюсь Что Действительно Армяне Очень Умный Народ Тем более Когда Они Выбрали Такого Очень Умного Самого Умного Жена Самого Талантливого Одаренного Выбирают Себе Всегда Руководителя Понимаете Вот Они Нашли Такого И думаю Действительно Раз Такого Умного Одаренного Талантливого Гражданина Выбрали Себя Руководителя Значит Этот народ Действительно Умнейший Народ В мире Только Умный Руководитель Может Взять 100 Миллионов Долларов В кредит Платить Проценты За этот Кредит Еще На этот Кредит Из бюджета Своей Страны Выделить Деньги Чтобы этот Кредит Хорошо Держался Тратить Деньги На этот Кредит Для этого Действительно Нужны Мозги Очень Великие Мозги Очень Древние Мозги До нас Такие вещи Не доходят Понимаете Мы же Тупые Все Кроме Этих Одаренных И талантливых Наших Соседей Удачи Вам Желаю Чтобы Вы Вот Так Продолжали А мы Что А мы У нас Нету Истории У нас Ничего Нету У нас Нету Кухни У нас Сталин Создал Знаете Что Там Еще У Вас Короче Вы Сами Знаете Пишите Дальше Пишите Дальше Ротки Палки Счастья Здоровья Всем И Благополучия Самое Главное Мирного Неба Над Головой Это Я Людям Говорил А Вам Отдельную Отдельную Удачу Знаете Первый Ребята Все Пока